Сегодня около двух третей пользователей интернета предпочитают проводить время в социальных сетях. Несмотря на то, что согласно исследованиям, сейчас большинство из них используют одну большую социальную сеть. Эксперты уверены, будущее за узкоспециализированными площадками. Об основных проблемах, с которыми сталкиваются пользователи, использующие социальные сети как рабочий инструмент, а также о преимуществах профессиональных соцсетей, шла речь на круглом столе. Новые медиа и социальные сети на рынке коммерческой недвижимости, организованном Кушманом Вейкфилд и Айэм Эвэнс. В ходе мероприятия Денис Соколов, руководитель отдела исследований и маркетинга, представил мобильное приложение АйКушман. Оно позволяет прямо с iPhone или iPad посмотреть базу объектов недвижимости, выставленных на продажу или в аренду, связаться с консультантом, а также почитать свежие новости и аналитику. В чем заключается? Превратить пустую трату времени, болтовню в какой-то бизнес-процесс. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы обменялись мнениями, очень важно, чтобы мы примерно начали понимать, какие перед нами стоят задачи и, в общем-то, как их можно решать. Нельзя насильно заставить человека пользоваться социальными системами эффективно. Его можно научить, но мы должны понимать одну вещь. За нами идет следующее поколение, для которого социальные сети – это уже жизнь, это образ жизни. И руководители, да, вот это те люди, которые будут завтра руководить компаниями. И, по сути дела, мы сейчас работаем над этим инструментарием. Мы смотрим не в сегодняшний день, мы смотрим в будущее. Социальные сети, в свою очередь, тоже значительно упрощают жизнь всем, кто работает с недвижимостью, согласно участники Круглого стола. Прежде всего, это, конечно, касается общения с коллегами. Сети позволяют быть в курсе новостей других компаний, быстро оповещать сразу большое количество людей о своих новостях, мероприятиях, вести переписку и многое другое. В рамках Круглого стола Ирина Чернобровкина, руководитель интернет-проекта Крионлайн, рассказала об интернет-сообществе профессионалов отрасли коммерческой недвижимости инкриа.ру. Главным отличием этой социальной сети является ее закрытость. Попасть в сообщество можно только по приглашению. Наша основная задача – это создать для вас место, где деловые контакты будут, которые будут для вас работать. Мы, как модератор сообщества, проводим серьезную фильтрализацию того, кто туда заходит, как участники. Это должны быть люди, которые реально заняты в сфере коммерческой недвижимости. Получить приглашение можно только изнутри системы или по связи с модератором. Инкриа.ру – это место, где говорить по работе уместно, легко и эффективно. Именно для этого этот инструмент был создан. Интересно, что при обсуждении актуальных проблем по работе с сетями оказалось, что пользу таковых многие компании до сих пор не могут осознать. Так, по мнению Екатерины Емельяновой, директора по продвижению на eBicar, эффективность B2B-продвижения и через обычные социальные сети, и через профессиональные, остается под большим вопросом, поскольку оценить ее очень сложно. При этом осознать как минимум имиджевый эффект от присутствия компаний в социальных сетях многие пока не могут. Возможно, сказывается несколько узкий сегмент рынка. Страницы и профили компаний, занимающихся жилой недвижимостью, пока пользуются в сети большим вниманием. Я думаю, что рынок коммерческой недвижимости сильно отличается по одной простой причине, что количество, в общем, революционеров, круг революционеров узок, как говорят в таких случаях. И, конечно, я думаю, что то, о чем говорили коллеги, о том, что инструменты, связанные с закрытыми группами, с такими закрытыми, с общими, можно использовать, для меня лично стало открытием. Мы все идем туда, в интернет, в социальные сети, так что через два года, как говорится, не будет ни театр, ни кино, ни телевидение, как известный фильм, одни сплошные социальные сети. Как заключила модератор встречи, редактор приложения «Ведомости недвижимость» Светлана Данилова, российское деловое сообщество по-прежнему решает и обсуждает проблемы, уже давно решенные на западном рынке. А поэтому топчется на месте и теряет объективную прибыль. Между тем, западные маркетологи уверены, что эффективность продвижения бизнеса за счет платформ в социальных сетях намного выше традиционных инструментов.